Добро пожаловать Добро пожаловать Я правильно сказала? Отлично Но пока наш батл не начался Давайте вспомним о том, что происходило на нашей сцене ровно неделю назад Челку в бок, а ноги в модные шуз And all that jazz для нас седой старик исполнит классный блюз Целая жизнь немало, что мы ждать тебя Моя жизнь пропала, если нет тебя Я не могу, я не могу Я не могу Я не могу Доктор едет, едет сквозь снежную равнину Порошок целебный, людям он везет Несмотря на то, что каждую неделю жанр, в котором соревнуются наши участники, разный Правила неизменны Есть участники, они выступают, и их выступление оценивает профессиональное жюри У них для этого есть всего две кнопки Зеленая и красная Если член жюри считает, что участник попал в жанр Нажимается зеленая кнопка Участник зарабатывает один балл Если член жюри считает, что мимо абсолютно Нажимается красная кнопка Это ноль баллов И, конечно же, плохое настроение у всех у нас Но программа есть программа Это соревнование А в конце, когда все участники выступят Члены жюри смогут еще раз все сопоставить И у них будет тайное анонимное голосование Где они выберут лучший и худший номер программы И теперь я хочу представить вам жюри Начну, пожалуй, с представителя одного, наверное, со мной поколения И со многими телезрителями Первого канала Лега Лайз Лега Лайз В миру Андрей Меньшиков Лауреат двух премий MTV в номинации хип-хоп Обладатель Золотого диска Основатель нескольких популярных хип-хоп-проектов Автор целого ряда саундтреков к фильмам Тарас Бульба Сволочи Камень Один из самых гастролирующих и высокооплачиваемых российских рэп-артистов Про следующего артиста можно ничего не говорить Потому что он настолько красноречиво не изменился За 14-15 лет, пока мы его знаем Децл Децл Настоящее имя Кирилл Толмацкий Один из родоначальников жанра в России Уже его дебютный альбом «Кто? Ты?», созданный в 2000 году Вышел тиражом более миллиона копий И стал одним из самых продаваемых в России Музыканту на тот момент не исполнилось даже 17 лет Обладатель премии «Золотой граммофон» Автор пяти альбомов и саундтрека к фильму «72 метра» До сих пор считается самым успешным коммерческим рэп-проектом России Ну а это просто легенда Это Диджей Грув Человек, который придумал все, наверное За которым пошли толпы И он имеет право ставить оценки В том числе и на этой программе Диджей Грув Диджей Грув Он же Евгений Рудин Самый популярный диджей России Стал широко известен после выхода Теперь уже вечного танцевального хита «Счастье есть» Записал 11 альбомов И сделал более 150 ремиксов На песни российских и зарубежных исполнителей И однократный победитель чемпионатов России по битбоксу Вахтанг Вахтанг Каланадзе Мастер импровизации Человек, способный заменить целый оркестр Чемпион Европы Восьмикратный чемпион России Вице-чемпион мира по битбоксингу Широкую известность получил после совместного клипа с Валерием Меладзе Как пелась в песне Надежда Надежда мой компас земной А удача награда за смелость В таком случае Людмила Петровна Сенчина должна быть вознаграждена неоднократно Поскольку она не боится экспериментов Что много раз доказала на проекте универсальный артист И вот сегодня она себе не изменила Вот и лето наступает Памяток расцветает Урожай все собирает Дети школы Людмила Петровна Сенчина исполняет песню Бьянки Лето Очень в тему Королева русского народного РНБ Людмила Петровна Представляет песню про лето Вот и лето наступает Помидоры расцветают Урожай все собирают Дети школу забывают Клубный бизнес процветает Парни в шортах загорают И, конечно, априори Сняли домик мы у моря Эй Мама дорогая Мама дорогая Окрытые окна настиши музыка звучит Во всей округе нашей лето стоит Поедем на югам и большой компанией Чтоб это лето вспоминать Кругу своих друзей Окрытые окна настиши музыка звучит Во всей округе нашей лето стоит Как я тебя люблю, ой, как я тебя люблю Тебя я не отдам этим летом никому Вот и вечер наступает И диджей уже играет Вышел месяц из тумана Время летнего романа Мы сегодня до рассвета Наслаждаться будем летом Целоваться у причала Вот бы лето не кончалось Мама дорогая Окрытые окна настиши музыка звучит Во всей округе нашей лето стоит Поедем на югам и большой компанией Чтоб это лето вспоминать Кругу своих друзей Окрытые окна настиши музыка звучит Во всей округе нашей лето стоит Как я тебя люблю, ой, как я тебя люблю Тебя я не отдам этим летом никому Вот и время расставаться И в любви всем признаваться Уезжаем, обещаем Вспоминать, что где-то Отрытые окна настиши музыка звучит Во всей округе нашей лето стоит Поедем на югам и большой компанией Чтоб это лето вспоминать Кругу своих друзей Отрытые окна настиши музыка звучит Во всей округе нашей лето стоит Как я тебя люблю, ой, как я тебя люблю Тебя я не отдам этим летом никому Отрытые окна настиши музыка звучит Во всей округе нашей лето стоит Поедем на югам и большой компанией Чтоб это лето вспоминать кругу своих друзей Открытые окна Настяши музыка звучит По всей округе нашей лето стоит Как я тебя люблю, ой, как я тебя люблю Тебя я не отдам этим летом никому Еще чуть-чуть и, Людмила Петровна, вы можете называть себя смело М.С. Сенчина Я могу себя назвать как угодно, ты же понимаешь Давайте, пускай народ вас коронует Или, по крайней мере, жюри что-нибудь скажет Господа, пожалуйста, проголосуем Попала ли артистка Людмила Петровна Сенчина в обозначенный жанр? Бахтанг Людмила Петровна, да, что случилось? Сначала нажимать, да, потом... А, нажимать, потом говорить, да? Да, да, да Ой, как это хорошо Вы знаете, я, честно говоря, очень рад Я очень люблю зеленый цвет Вообще, у меня по жизни сопутствует это А когда выступает Людмила Петровна Мне еще больше и больше улыбка на лице Потому что у вас очаровательная улыбка, честно Это было настолько необычно, что Я не мог этого не сделать Спасибо Давайте Кто? Лига? Хочу сказать свое но Мне кажется, схитрила немножко Людмила Петровна Все-таки, выбрав не совсем R&B все-таки А R&B с народными мотивами Она исполнила сегодня не совсем чужую для себя музыку А ту музыку, с которой она знакома Я не знаю, было ли в вашем репертуаре что-то из русской народной музыки Но точно вы эту музыку знали и слушали ее очень давно, с детства Вот, в этом смысле вы немножко схитрили И, по-моему, номер вам удался Я об этом не говорю Но... Но зеленая кнопка, это и есть зеленая кнопка Да, но с натяжкой за то, что было небольшое такое читерство Такая хитрость Мне бы хотелось и интересно было бы Если бы вы чуть-чуть сложнее для себя выбрали задачу И вот я мечтал увидеть, будете ли вы читать рэп Вот, вы этого не сделали Вы выбрали для себя простую дорогу Но, в принципе, это тоже плюс артисту Выбрать правильный для себя репертуар И знаете, почему? Лето Вот я из-за лета Я услышала это Вокруг нас лето стоит Поедем на юга Мы большой компанией И мы это, да, мы это вспомнили Мы это вспомнили и почувствовали Поэтому мне что так, что так Очень положительное, яркое впечатление от этого шоу Спасибо вам, спасибо Спасибо Децл, оценка Децла Децл сейчас, да Можно мне расплавиться и под стол как-то Нет Нет, да Мне нужно вот объективно Надо кнопочку сначала, Кирилл Я не могу Меня в такую неудобную ситуацию ставить И вообще Не, мы хотим, чтобы хип-хип Я могу объективно сказать Но это было бы с моей стороны Я ладно Все равно Но Но Здесь ситуация такова, что Да 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 Даже без комментариев Спасибо вам А вот это было мудро сейчас, кстати Да Остался только диджей групп Вы знаете, мы Мы все здесь сегодня Вот Посажены в очень неловкую ситуацию Потому что будучи еще Бэби-кит Я слушал всегда Песни Людмилы Петровны Вот И Я прекрасно понимаю, что все-таки Куда мы пришли, да Это шоу Это настоящее шоу Это программа Которая приносит что людям? Радость и позитив Этот номер был полностью Посвящен радости Позитиву И самое, да И лету, конечно, безусловно Поэтому я нажал зеленое И спасибо вам Спасибо вам Спасибо Людмила Петровна Добрые люди Вот видите, зря боялись Они оказались действительно добрыми Возможно, даже слишком Спасибо вам Спасибо всем Спасибо Спасибо Людмила Сенчина Четыре балла Для сегодняшней хип-хоп R&B рэп программы Сергей Лазарев решил сделать Не просто ход конем Он решил просто Выиграть всю партию Легко Посмотрим, получится ли Он не просто взял песню группы Бандерас Columbia Pictures Он взял песню группы Бандерас Того периода Когда там был Батишта Посмотрим, сработает ли АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Колумбия Пикчерс не представляет Мне на хит парады От Прада, Кучи и Денжи наряды Не надо, мы и так в порядке Ну где же вы, л***, удержьте дядю Занимай место, пока не тесно Хватай попкорн, будет интересно Плюс удобные кресла, и всем расслабиться Шоу начинается На дорожке к опровой при полном параде Соберутся все голливудские тети А как иди, в каком наряде, а? И что же мы увидим сзади? А добрый термин матом мочит врагов И вот вам губернатор новый готов Такая вот народная любовь А у меня любовь другая И такой любви не доверяю я Калампия Пикчерс не представляет Как хорошо мне с тобою бывает Калампия Пикчерс не представляет Не представляет Калампия Пикчерс не представляет Как из тебя мое сердце страдает А вам биопикчерс не представляет Не налюбила дядю в детстве маман Дядя вырослел обиду в экран Теперь ему рукой плескает камна И весь калифорнийский берег И вот решает он с весны до весны Какие спецэффекты нам суждены А нам бы лишь смотреть чужие сны Но почему я им не верю? А чего же им не верю я? Колумбия Питчерс не представляет Как хорошо мне с тобой бывает Колумбия Питчерс не представляет Колумбия Питчерс не представляет Как без тебя мое сердце страдает Колумбия Питчерс не представляет Мне класть на Голливуд и Беверли-Хиллз Оттачивай русский флоу и русский скиллз Плюс, ты же понимаешь, ма, какая там Америка Ты мне одна нужна, Оскара и Громинос И не представляю, квенти на пару с умой тихо охреневают Они не знают, что между тобой и мной Нажми на паузу, детка, постой Дай мне пару минут, дай мне просто дай Пару минут до сеанса, смотри, не опоздай Последний ряд, там буду я и не забудь блоккор Коламбия не представляет, какой гитар-кор Коламбия не представляет, хорошо мне с тобой бывают Коламбия не представляет, руки в воздух Коламбия не представляет, из тебя мое сердце спарит Коламбия не представляет, one more time Лампия Пichtерс не представляет Как хорошо мне с тобой бывает Лампия Пichtерс не представляет Как без тебя моё сердце страдает Лампия Пichtерс не представляет Я так понимаю, что несмотря на то, что в жизни Сергея Лазарева была коллаборация с Тимати и даже с пацанами, с Типейном, сам он в этом жанре выступать не рисковал. Посмотрим, собственно, стоит ли продолжать после голосования. Жень, что вы там пишете? Интересно. Вы заметки на полях какие-то? Давайте начнем сразу с вас. Голосование. А теперь заметки на полях. Сереж, это просто можно так влеченно сказать. Внешне ты выходишь из-за сцены, я, господи, смотру. Майк Ди, Бести Бойс, смотрю, внешне выглядит. Человек просто реально одет. Но если говорить именно по-настоящему, вот это сейчас перед нами, дорогие друзья, был шоу-бизнес во всей красе, стопроцентный. Мы должны все это прекрасно понимать. Артист, который в течение долгого времени уже поет и заслужил уже уважение. И он в этом стиле, который для меня, в принципе, проект Бандерас является, помимо того, что они мои друзья, со всеми с ними очень хорошо знаком, является для меня таким эталоном правильного R&B вообще в России. Это мое такое мнение. И поэтому, с твоей стороны, это приукрасило еще эту композицию, еще добавило ей какой-то энергии. Тем более, что было умопомрачительное, по моему мнению, шоу, здесь вот, которое дошло до меня. Вся эта вибрация, вот, очень громко кричали девчонки, так сказать, фанатки. Все было замечательно, поэтому я из-за того, как ты исполнил этот номер, и я думал, кто же будет читать, да, неужели батя выйдет, что-нибудь там начитает. Нет, ну, ты с этим абсолютно точно и хорошо справился, поэтому я поставил зеленку и лайк, и ура. Спасибо. Так, 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 давайте пойдем тогда копнем глубже. А вот, например, в сторону Легалайза. Ваша оценка. Объясню. Я думаю, что это шоу интересно тем, что каждый артист показывает нам какую-то метаморфозу, трансформацию, какой-то такой серьезный шаг в сторону от своего имиджа, от своего амплуа. У Сереги я не увидел, кроме... То есть, я действительно, я так и пою, и так выхожу обычно на сцену, действительно. Кроме, кроме расхлябанных, вот, атрибутов одежды и движений таких небрежных, я не увидел все-таки смещения. Я не увидел, во-первых, нового прочтения никакого, и не увидел... У меня была задача делать новое прочтение, была задача прочитать, и... Я просто, я просто свое мнение... Я понимаю, но я просто тоже хочу разобраться в комментарии, потому что, ну, мы же тоже готовились и хотим понять конкретику комментариев мне лично. Я, я считаю... Вы говорите, я прошу прощения, с большим уважением, я просто хочу понять, да, для конца для себя, вы все равно уже проголосовали, ничего не изменится. Тем не менее, вы говорите, что недалеко я ушел от того, что я делаю обычно в поп-музыке. Но мне кажется, что это в разы и кардинально отличается и внешне, и по голосу. А что касается, ну, была и читка, в общем-то, не знаю, для меня... Скажу больше, даже в твоей музыке элементы R&B есть, и слишком простенько для тебя, да. Мог бы что-то поэкстремальнее придумать на эту тему, тем более, что хип-хоп, R&B, рэп — это настолько богатая и огромная культура, что можно было чуть-чуть все-таки дальше заглянуть. Вахтанг! Вахтанг! Классно, классно! Нет, честно, было круто очень, я наблюдал за всем происходящим, что у нас происходило. Это были жирафы, бегемоты, большие гориллы, Спартак, Спартаковец вышел и начал... Спартаковец! Спартаковец! Бить в щит, пресс, там все видно. Сергей вышел и сделал классно. Спасибо. Другого я не ожидал. Да, это не новость, я думаю, для артиста, да, но слабо исполнена сама композиция. Вот. Все, что вокруг происходило, да, это режиссура, но я не думаю, что это твоя личная режиссура. Это выглядело действительно по-западному, как шоу, грамотно, и неважно, кого бы туда поставили, он бы все равно смотрелся. Вот так вот. Получи. Да, пожалуйста. Вот возьми и получи. На самом деле, такого в отношении Сергея Лазарева, такого жесткого текста мы не слышали со времен программы про шансон. Спасибо огромное, спасибо зрителю, отлично. Спасибо, член жюри. Два балла всего заработал Сергей Лазарев. Спасибо, пока, спасибо. Дорогие телезрители, выступления наших сегодняшних участников останутся в вашей памяти надолго. Как и нежный вкус конфет «Птица дивная» кондитерской фабрики «Откон». Ах, как много вариантов течений и направлений в фип-хопе, в рэпе, в R&B. Ты выбирай, что хочешь, но в том, что касается Теоны Дольниковой, в ее голосовых данных не сомневается никто. И здесь такая песня, где и почитать придется, а не только вокалировать. И я решил, что сочиню тебе этот гангстер-рэп. И я решил, что сочиню тебе этот гангстер-рэп. И спою тебе его. Песня Сереги Возле дома твоего Хит на все времена И Теона Дольникова Я помню, как ты проходил Мимо проходил Ты мимо проходил И мелкий дождик моросил Дождик моросил Дождик моросил Когда меня ты увидал Сразу увидал Сразу увидал Тот пульс мой биться перестал Биться перестал Я решила сочинить этот гангстер-рэп Я решила сочинить этот гангстер-рэп Я решила сочинить этот гангстер-рэп И пою тебе его Когда я вижу, ты идёшь, вижу, ты идёшь Ой, как ты идёшь, меня бросает сразу в дрожь Так бросает дрожь, что цена мне грош Не знаю, любишь или нет, любишь или нет, любишь или нет Спросить об этом тет-а-тет, очень страшно мне, вдруг ответишь нет Быть может, зря я сочинила этот гангстер-рэп Быть может, зря я сочинила этот гангстер-рэп Быть может, зря я сочинила этот гангстер-рэп И пою тебе его После дома твоего После дома твоего, возле дома возле Я жду от жизни перемен, переперемен, переперемен И я совсем как Эминэм, я как Эминэм, я как Эминэм Мне даже снится этот рэп, грустный гангстер, рэп, грустный гангстер Доктор Трэп Доктор Трэп Доктор Трэп О май гад Я просто заметила Вот теперь как-то вот так Ну это же было от души Это было от души Это было от Тионы Дольниковой А теперь я предлагаю Вот не рассусоливать Да сразу пускай жюри оценивает Давайте начнем с легалайза Ни любви, ни тоски, ни жалости Жмем на кнопочку Ну что здесь врать Это артист, которому проще всего сегодня приходится Потому что я знаю, Теона выросла в этой культуре И я хочу отметить, что очень здорово, что подрастают и зреют настоящие артисты Артисты с большой буквы, которые выросли именно в этой культуре Во-первых, от голоса, конечно, просто мурашки по коже Спасибо Огромное спасибо Относительно номера, по-моему, тоже все было очень точно Несмотря на то, что номер был в выразительных средствах достаточно сдержанный Но она сыграла это Весь номер был от нее Она сыграла такую тоску девушки на скамейке возле дома Таких девушек очень много в спальных районах Которые сидят вот так вот вечерами в плеере И тоскуют, да Я думала, цветочки в конце Не, у нас медведкова цветочков не было никаких И мечтают о докторе Дрея И мечтают о... И об именеме, кстати О именеме, да И о подобной сцене Ну вот сегодня мечта такой девочки сбылась И зеленая кнопка номер удался Я не очень даже представляю, что происходило сейчас в голове у Теоны Просто Леголайз еще не в курсах Что оказывается Теонин первый поцелуй Происходил под один из треков Леголайза Вау Ну что, давайте посмотрим, какие еще оценки нам, девочкам из спального района Поставят, например, диджей грув Ну, кто бы сомневался Лига хорошо сказал про вот новое поколение Которое появляется с такими голосами Теона Вам абсолютно точно можно сказать, что вы стопроцентно С таким голосом стыдно не быть универсальным артистом И вообще петь абсолютно все, что угодно Читать в том числе, да Но могу сказать, что вот сегодняшний ваш номер Вы сделали очень большое одолжение По моему мнению, причем я к Сереге отношусь очень Очень большое одолжение к Сереге Именно ему Потому что вы эту вещь показали с другого плана И вы превратили эту песню в какой-то благородный такой Действительно, ритм ин блюз, в сол И с вашим вокалом это сочетание стопроцентное И давайте дальше так двигайтесь, так пойте И облагораживайте все песни, которые уже, наверное, кем-то забыты Спасибо большое В дальнейшем, так что плюс Вахта Если честно, мне понравилось, Теоночка, что у тебя такой был диалог с самим собой Может быть, это будет так возвышенно сказано Но это правда Твой мягкий тембр Это было очень талантливо сделано И мне казалось, что ты в какой-то момент должна взлететь на своих крылатых кроссах В общем, это было талантливо Кирилл, прошу, ваша оценка У меня к Теоне вопросов никаких Она отлично поет, у нее супер вокал И ее песни гораздо круче, чем вот та песня, которая звучала сегодня То есть это антипатия к Сереге, что ли? Нет, это просто трек мне сразу не понравился Я не к тому, что Серега мне не нравится Просто мне не нравится трек И его, в общем, стилистика такая Дворовая, да? Потому что я считаю, что все-таки эта культура, она должна что-то в себе нести более серьезное, нежели чем дворовой, там, жаргон, сленг и образ Ну как же, это же олево Все-все-все-все-все, я свое мнение говорю Я говорю тебе, что ты поешь отлично То есть таких вокалисток мало Вот, то есть она одна из немногих, которые могут делать это действительно круто Но всегда нужно подбирать планку выше, брать планку выше, а не ниже Вот ты сейчас взяла планку ниже А могла бы сделать гораздо симпатичнее шоу на сцене и гораздо лучший трек Итак, три балла заработала Теона Дольникова и ее переосмысление песни Сереги Спасибо! Денис Майданов Звезды в лужах делить с тобой Теплый ужин делить с тобой Оставаться нужным и быть с тобой Странно, я раньше не думал, что так бывает Что все способно так закрутиться Насколько важно, шагая по краю Жить, дорожить, любить, к одному стремиться Ты на обложку Космо, я на обложку Форбс Чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков И пока вертится глобус, цепляясь за ось Не разминуться на одном из перекрестков Звезды в лужах делить с тобой Теплый ужин делить с тобой Оставаться нужным и быть с тобой Звезды в лужах делить с тобой Буквально пятнадцать минут Звезды в лужах делить с тобой Теплый ужин делить с тобой Оставаться нужным и быть с тобой Звезды в лужах делить с тобой Теплый ужин делить с тобой Оставаться нужным и быть с тобой Денис Майданов Вот как-то так Решил подойти Денис к вопросу Давайте, раз уж такой у нас был монохромный сейчас Видеоклип на сцене Черным по белому сразу, да Будем выставлять оценки Да, кстати, удивительно У нас Денис Майданов создал на сцене Образ человека с гитарой И во всех программах он ему соответствовал Даже если это был мюзикл Сегодня он без гитары, это заметьте Господа Давайте с легалайза начнем Ваша мотивация Номер хороший Я хочу сказать Только я не понял Какое отношение он имеет К сегодняшней теме И меня позвали судить Исполненные в стиле Рэп, хип-хоп и R&B композиции И здесь я не увидел ни в номере, ни в песне В общем-то даже попытки какой-то разобраться В поставленной задаче И хотя бы попытаться хоть как-то соответствовать В предыдущих номерах Может быть не было точного попадания Но была хотя бы попытка Люди поинтересовались Провели какую-то работу Узнать, что это за жанр И попытались в этом стиле выступить Вы же сделали что-то абсолютно близкое К своему жанру Который вам знаком И не было вот этого челленджа Не было этого изменения артиста Я здесь не увидел абсолютно ничего Отвечающего Жанру Так, диджей грув, Женя Я сегодня такой добрый тролль, да? Получается Ну хорошо Евгений, осторожно с текстом Ведь мы теперь так будем вас называть всегда Да, хорошо Вы знаете, да Лига абсолютно оправ То, что РНБ и хип-хопом Здесь абсолютно вообще ничего не пахнет И даже В стилистике музыки Так за что зеленый? Денис, я поставил зеленый За вашу попытку Так сказать Почитать И за ваш, конечно же Замечательный тембр голоса Который мне близок И иногда, когда я слушаю Когда так поют Я сразу могу трансформировать Любого исполнителя Универсального артиста Под любой стиль То есть там Под хаос музыку Под что, не важно Поэтому Номер, да Номер был красивый Песня Как Исключительно Как поп-музыка Тоже очень хороша Я, к сожалению, первый раз в жизни ее слышал Потому что Мне вдвойне было сложно Ставить еще зеленый Но Исключительно из-за того Что Как вы ее исполнили Из-за номера Я только поэтому и поставил да Но к хип-хопу И к РНБ Это никакого отношения Конечно не имело Не обязательно Несколько речитативных Строчек Делают Эту композицию Хип-хопом Или РНБ Я понимаю Что сложно Наверное Так вот Сходу в этом разобраться Но Вам Дали время подготовиться Вы могли бы Для меня Если уж говорить об этом Как для обывателя Я не глубоко, конечно, разбираюсь В хип-хопе В рэпе Наличие чтения В куплетах Это и есть принадлежность К этому жанру С вами спорить даже не буду Вы уважаемые люди В этом жанре Вот Но Настолько важны И простые слова Простые истины И простым языком Сказанные в этой песне Меня Тронули И поэтому Эта песня сегодня здесь Спасибо Вот как-то так Вахтанг Не мучайся Вахтанг Не мучайся Да, Вахтанг Ставь как нужно Дениска Имеет отношение Все-таки К хип-хопу Это правда Поэтому Поэтому Это красный цвет Сейчас Честно говоря Я очень зеленый человек В плане эмоций Внутри себя Но Красный Настиг меня сейчас Дениска Отлично С уважением Спасибо Спасибо тебе С уважением Кирилл Оценка Что я могу сказать Мои коллеги Уже здесь высказались Вот В свою очередь Я бы сказал Что вот такую песню Наверное Было бы прикольно Петь Или поставить Женщине при свечах Там Свою любимой Вот Но ни в коем случае Не относить ее К песне Которую исполняет Наш шоу Я конечно понимаю Что это вот российская Вот эта водочка Селедочка И такая вот Душераздирающая Песенка Вот Мы здесь Немножко не об этом Надо было все-таки Сделать попытку Я уверен У вас получилось бы Попытка Ты же знаешь Это из фильма Для Атоса Это слишком много А для графа Деллафер Слишком мало Кто ты сегодня? Атос или граф Деллафер? Об этом мы не знаем Но мы точно видим Что сегодняшняя Теперь уже строгая Хип-хоп Рэп и R&B Жюри Поставила Денису Майданову Один балл И тот От диджея Груба А он добрый Но это Оценки Дениса Майданова Спасибо большое Друзья Я очень рад На этом жанре Заработать Хотя бы один балл И с удовольствием Этот балл Отправляю группе 30.02 За отличную песню Спасибо Во времена Когда те Кому сегодня Около 30 Были маленькими Все знали Это строчки Ванила Айс Культовый трек И кто же на него Посягнул Варвара Культовый трек Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Жень, жми Спасибо Спасибо Напомню, Варвара представляет фолк, так сказать, у нас на программе Спасибо И поэтому за попытку я поставил да Леголайс Спасибо Вы что хотите со мной делайте, но я буду последовательным Мне понравился этот номер Я ненавижу эту песню, если сказать честно, потому что эта песня не совсем хип-хоп-песня, это песня, которая стала началом смешивания хип-хопа и поп-культуры. Это все-таки поп-песня. И все-таки, когда я слышу это там-дам-дам-дам-да-да-да-да-дам, это же группа Queen, это сэмпл группы Queen. И мы вспоминаем свою молодость, этот трек ассоциируется с нашим любимым временем, вот это начало 90-х и начало популярности хип-хопа. Поэтому очень удачный выбор трека. И дух его передан, граффити очень в тему, правильные танцы и похожие на то время костюмы. Что очень важно для меня, то что артистка трансформировалась от своего жанра, она сделала настоящее усилие, чтобы освоить эту непростую, это непростое ремесло, считывание рэпа. Немножко, да, перебрала с агрессией, но была в ритме, прочитала, ни разу не задохнулась, выговорила все слова, была подача, была агрессия, была такая дерзость. Спасибо, я очень старалась, действительно, для меня это было очень сложно, поверьте, спасибо. А я поняла, если мы хотим, чтобы у нас легалась на программе Жестил, он должен прийти в майке не с надписью «Ярость», а с надписью «Доброта». Тогда он будет вести себя противно. Ми-ми-ми-ми-ми-ми. Очень няшный вы какой-то легалась. Ярость — это не злость, ярость — это не злость, ни в коем случае, это... Да, это... Это мощь. Что это? Это мощь, да. Ладно, мощные вы мои, Децл. Кнопка, слава. Ну, на самом деле, лайк, да. Спасибо, Кирилл! Спасибо. Ну, все было выдержано в стиле, вот. Планка была взята достаточно высокая, на мой взгляд. Да, возможно, «Ванилл Айс» не совсем то, что мы хотели услышать, но все было сделано в стиле и все было сделано грамотно. Вот. Может быть, да, действительно, текст я бы тоже вот сейчас, наверное, за несколько дней бы не выучил и не зачитал. Ну, так достаточно, у него сложные слова в тексте. Поэтому... Глуби. Вахтан. Классно. Можете здесь обуздать? Лишнее, ну, львица, хип-хоп, грузин проснулся, да. Хочу сказать, что в этом заметить, что это первая исполнительница, артист, которая вышла на эту сцену, который читает, да, именно рэп, по-настоящему, да. Варвара очень сильно удивила меня. Спасибо большое. Я сама удивилась. Это классно, это классно. У меня дома ходят, все рэпуют теперь. Все слушают рэп. Я могу научить тебя битбоксить немножко прямо сейчас. Да, кстати, отлично. Я могу научить просто. Я с удовольствием спою с дуэтом. Просто с удовольствием, вы понимаете? Мне это очень направление нравится. А, кстати, 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 стойте, стойте. Я могу даже с собой не возить музыкантов в оркестер, когда можно с вами поехать на гастроли, и вообще все проблемы будут решены. Хорошо, даже, даже этот, все могу заменить, все скрипки, струнные, зовите, пожалуйста, я здесь. Спасибо. Можно чисто немножко битбокса, на который очень легко, например, ложится любая народная песня. Например, тот же «Ой, мороз, мороз, мороз», да? Давай, «Ой, Тони вечер». О, «Ой, Тони вечер». А он и сам спеть может. А вы битбокс. А я битбокс. А я битбокс. А я не умею. Нет, я сделаю, поехали. Ой, Тони вечер, Тони вечер. Мне малым мало спалось. Мне малым мало спалось. Ой, да во сне привиделась. Мне малым мало спалось. Мне малым мало спалось. Ой, да во сне привиделась. Отлично. Демси Маппо и индоплаус. Варвара Гамон. Варвара Гамон. Камон. Варвара. Варвара. Эй. Эй. Класс. Класс. Респект. Классно. Спасибо. Спасибо. Вот теперь-то я понимаю, за что 4 балла. Я все знала заранее, что они обязательно споются. Итак, наши жюри и максимальный балл для Варвары сегодня. Спасибо. Спасибо большое. Строго говоря, противостояние рэпа и рока закончилось еще тогда, когда группа Aerosmith и Run DMC записали вместе трек Walk This Way. Но некоторые думали, что еще стоит воевать. Своим выступлением на этой сцене Сергей Галанин точно расставит все точки над you. Будет все сбываться, сочиняя мечты, потому что он исполнит песню Влади из группы Каста «Сочиняй мечты». Сергей Галанин! Когда еще не понял, как быть надо, сровым или прикольным, свободным или женатым, хитровыдуманным или простоватым. И когда ты в системе еще не расставил координаты, когда не знаешь, как сказать все, когда пытаешься казаться и можешь кататься зайцем, когда одет в то, что тебе не нравится, а ведь сам так хотел бы хоть немного пафоса. Когда мечтаешь о заветной любви мне, и когда вглубляешься во все, что увидел, когда отрекаешься в обиде и в душе крик, когда еще не вник, но вспыхиваешь вмиг, когда зависишь, нет денег, и мерещится день тот, когда будет по-твоему, но сейчас ничего не сделать, когда при резких порывах твое летучее тело надо держать на якоре, чтобы оно не взлетело. Когда сочиняй мечты, есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Сочиняй мечты, есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Когда умеешь клясться, когда можешь так размечтаться, аж до дрожи в сердце, когда любишь танцы, когда ты и такие же, как ты, засранцы, ночью уродуют фасад администрации. Когда вдруг кажется, что на всем свете Божьем ты тот самый избранный, ну и друзья твои тоже. Когда девственник — это подлое ругательство, когда в качестве женщины пусть хоть карагадинца, когда зачем ты поступил мне на тот факультет, когда ослабился родительский авторитет, когда сделал выводы верные, правда не те, когда можешь поверить всякой больной ерунде, когда из всех друзей ты больше всех фанател, когда ты с ней, но, блин, вас не пускают в отель, когда освоит новый спорт — это пара недель, когда ты хочешь, чтоб в жизни твоей была цель. А когда сочиняй мечты, не смей лыжаться, что скоро будет все сбываться. Когда сочиняй мечты, есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Когда сочиняй мечты, есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Сочиняй мечты, есть миллионы шансов, миллионы шансов. Когда живешь по своим принципам, и мир тебе знаком, имеешь то, что имеешь. Когда устал, когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный порыв с геройским рывком, Но падёт тоска, аж до слёз, почему не знаю Но есть что-то, чего нельзя не облакивать Вспоминая свои широкие пары, от которых всё дальше И сравнивая со своей жизнью происходящей Всегда сочиняй мечты И смели унышаться, что скоро будет всё сбываться Сочиняй мечты И смели унышаться, что скоро будет всё сбываться Всегда сочиняй мечты И смели унышаться, что скоро будет всё сбываться Сочиняй мечты И смели унышаться, что скоро будет всё сбываться Скоро будет всё сбываться Скоро будет всё сбываться Скоро будет всё сбываться Миллионы шансов Скоро будет всё сбываться Сочиняй мечты Я, конечно, ничего не хочу сказать, но поскольку у меня есть ощущение, что я где-то слышал этот тембр. Маска, маска, я тебя знаю. Ну-ка, маска, рассекреться. Феона, спасибо. Феона Дольникова и Сергея Гаванин. Феона, бита дали, всего дали, а вот получился ли груб. И настоящий рок, и настоящий рнб, точнее хип-хоп настоящий, он всегда будет рядом. Это одно и то же по настроению, вот это вот самое по справедливости, по тру, то есть по ощущению души. Поэтому душа рядом у Сергея, именно непосредственно из этой песни, и то, как он ее вспомнил, она была стопроцентным попаданием. Абсолютно точно. Сереж, огромное тебе спасибо. Это были эмоции, замечательный номер, отличный лайв, все было замечательно, и поэтому, конечно же, да. Легалайс. Я слышал сегодня в свой адрес критику, что человек в майке ярость раздает только позитивные оценки артистам, но я хочу еще раз сказать, ярость это ни в коем случае не злость, ярость это искренность, это такой порыв, идущий откуда-то из глубины души, что ты идущий из глубины. И что для меня, чем для меня и явилось выступление Сергея? Это было изнутри. Он не стал брать какие-то внешние атрибуты, стереотипы этих жанров. Он прочувствовал этот стиль действительно из души. Это было настолько искренне, до мурашек. Я думал и боялся, что он все-таки скатится в рок и начнет петь припев, но он удержал себя в руках и остался в жанре. Это было, конечно, по-роковому, потому что музыканты, видимо, роковые. И немножко другой грув, чуть-чуть больше здесь должно быть оттяжки, но это был рэп, это было похоже на хип-хоп. Спасибо, это прекрасный номер. Ну что, Вахтанк или Кирилл? Кирилл или Вахтанк? И все сразу Кирилл к друг другу перевозят. Вот в этом вы все, парни. Да, Вахтанк. Да, супер вообще. Если честно, я немножко хочу поумничать, может быть, да, но это правда. Артиста, вообще, музыканта создает много, да, частиц маленьких, как внешные, так и внутренние, да. И вот в этом выступлении совпало. Внешне у Сергея были очень такие интересные микродвижения, которые очень хорошо тоже характеризуют его личность. Например, какие? Ну, он делал такие, немножко такое, знаете, кто в своем мире живет. И это очень важно. Когда он читал у него, он брался за сердце, да, он брался за то, что... За сердце, это больше к Стасу Михайлову, я имею в виду. Нет, но Стас Михайлов, он целует сцену и говорит спасибо, это совершенно другое. Это тоже имеет место этому быть, но здесь мы говорим совершенно о другом. Спасибо. Сергей, не целуйте сцену, она вас поцеловала уже. Волос действительно очень искренне, душевно, от сердца. Спасибо, спасибо большое, Сергей. Классно. Кирилл, оценка. Все выглядело очень гармонично. Вот, мне очень понравилось. Эксперимент удался. Огромное спасибо. Вы знаете что, я бы... Во-первых, ваше ощущение происходящего сегодня с вами, такая трансформация в жанр, который, например, ну лет 15-20 назад уже сложно было представить, что вы можете в нем работать и как-то себя в нем проявить. Я не думаю, что я могу в нем работать постоянно, потому что я к этой песне готовился очень долго. Наверное, дольше, чем к другой, любой. Я вообще всегда говорил, что рэп и рок – это очень две родственные души. Да, потому что настоящие рэп-музыканты, настоящие рок-музыканты, они думают, о чем поют, и это переходит людям. То есть надо обязательно отвечать, ну, за каждое слово. Тогда есть смысл. Это есть и в рэпе, и в рэпе. Сергей Николаевич. Ну, а всем нашим зрителям, которые думают, что сегодня такой добрый жюри и ставят всем хорошие оценки, хотя ждет от них какой-то жести, я хочу напомнить, что по правилам проекта в конце состоится тайное анонимное голосование, где они будут голосовать так, как они на самом деле думают. Хм, никто же не подсматривает. Так вот, тогда мы и узнаем истинный расклад сил. Таковы правила универсального артиста. Это та программа, которую всегда надо смотреть до конца. Вот уж кого воистину можно назвать универсальным артистом, так это Ларису Александровну Долину, поскольку представляет на программе она у нас джаз, знает, что такое советская эстрада, официально получала титул лучшей рок-исполнительницы, неоднократно лучшей поп-исполнительницы. Но это тот жанр, в котором ей будет сегодня трудновато. Поэтому давайте просто поддержим ее, а жюри пускай оценивает, как хочет. Лариса Долина, песня группы Destiny's Child, Survivor, будет круто! Лариса Игранич grande! Продолжение следует... 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 Мне, кстати, очень нравится ваше творчество. Спасибо большое. Там столько джаза и столько свинга в том, что вы делаете. Это так близко. Я не очаровательный, честно. Я смотрел на вас, даже волновался. У меня пот пошел уже, слабо. Я даже не знаю, что мне делать. Все меня поддерживают, наверное. Мне, опять же, сложно ставить оценки такой легенде, можно сказать, да? Эстрады, как правильно назвать, даже не знаю. Немножечко волнуюсь даже. Это было очень сексуально. Это самое главное. В общем, плюс, плюс. И все очень хорошо. Спасибо. Спасибо большое. А теперь можно вам вопрос. Вам насколько комфортно было в этой всей истории? Было видно, что вам комфортно. Но это, возможно, профессиональные люди. Ну, в общем, немножко, скажем так, это где-то подальше, чем то, что я делаю. Но все же комфортно, конечно. Потому что соул, айронби, это соул. А с соулом я дружу уже лет 45. А если, например, отжестить и прочитать речитатив, что вот совсем жестоко? Это как раз я не могу. Я сразу отказалась, что рэп читать не буду, потому что это надо уметь делать. Это надо уметь делать профессионально, этому надо учиться. Я, к сожалению, пока еще не освоила. Но у меня еще все впереди. Лариса Долина! Спасибо! Это его день, это его жанр. И уж кому, как ни батишьте, сегодня предстоит вспомнить все. И сделать для нас путешествие в историю русского рэпа и хип-хопа. Исполнить попури из самых знаковых песен. Встречайте! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дамы и господа, добро пожаловать в историю русского рэпа! Буду погибать молодым! Буду погибать молодым! А как насчет группы «Мальчишник», дамы и господа? Вы помните эту песню? Рэп, рэп, как это мило! Рэп, рэп, без перерыва! Рэп, рэп, как это мило! Рэп, 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 рэп! Мастер-шеф, скорость дня! Это нулевые! Ночь проиграла, бой, утро настало. Тревожная сирена, гая, звонко орала. Простая мелодия в моем авто играла. Меня не напрягала, по воздуху витала. Качала машину, скорость берегла резину. Я летел под 100 кило к ночному магазину. С виду я не похож на коммерсанта. Мой бизнес, мой бизнес, мой. Это группа Каста. Есть вещи на порядок выше, дамы, господа. Не забывай свои корни. Помни, есть вещи на порядок выше. Слышишь? Говорят, отсюда надо сваливать по идее. Встать на ноги, завести семью, расти детей. И может это правильно, но прошлое не может быть. Оставлено и брошено, позже найдено. Не забывай свои корни. Помни, есть вещи на порядок выше. Эй, Саша, постой. Куда спешишь? Присядь со мной. Расскажи, как жизнь. Ты че такой худой стал? Курить будешь? Не куришь, красавец. Какой раз уже бросаешь? Ты смотри, не узнал сразу. Значит, я богатым буду. Сто лет тебя не видел. Рассказывай, откуда ты? Куда спешишь? Аж запыхался. Скажи, может, с кем из наших старых виделся? Как там кто? Все живы, здоровы? Слава богу. Да я-то что? Не спрашивай, всего понемногу. Такая жизнь. В основном и кипинаю. Сам знаешь. Слушай, че хотел спросить? Пацаны твои сказали. Уезжаешь за границу жить? Это правда? Да ты че? А когда? Послезавтра. Ну, даешь, старик. Мог бы позвонить. А че ты тогда уж проводить? Не забывай свои корни. Помни, есть вещи на порядок выше. Слышишь? Лига Лайз, В-13. Я знаю людей. Я знаю людей. Тех, кто упали. Видю тех, кто поднимался. Знал тех, кто не встали. Помню тех, кто уходил. Кто оставался. Видел в глазах страх. И все, кто смеялся, знают. Тех, кто мечтали. И оставались верными. Дальше отступаясь. Буду помнить тех, кто сдались. Проиграли небо. Я знал людей. Но святых среди них не было. Я знаю людей. Это баста. Моя игра. Улицы несут в себе боль и разочарование. Минуты страха, минуты отчаяния. Люди от боли без Бога сходят с ума. Но кто-то скажет равнодушно. Такова судьба. Кто-то играет в игру, забывая о правилах. И поздно понимая, что фортуна его оставила. Кто-то правила игры подстраивает быть себя. Чтобы победителем быть всегда всем. Моя игра. Моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Ребят, здесь же Детсу! А теперь все вместе! Родители уехали, на дачу я гуляю, записываю книжку с телефонами листаю. Быстро обзвонил друзей и подруг, я делаю тузу, все будут называть. Вечеринка у Детсула дома, гуляет весь район, гуляет вся школа. Вечеринка у Детсула дома, все двигают попами под музыку куки-попа. Вечеринка у Детсула дома, гуляет весь район, гуляет вся школа. Вечеринка у Детсула дома, все двигают попами под музыку куки-попа. Хип-хоп — это музыка. И я хочу, чтобы все телезрители Первого канала и кто смотрит сейчас шоу «Универсальный артист» поняли это. Рэп — это музыка. Хип-хоп — это настоящая культура. Батишта, спасибо тебе, дорогой. Ты действительно написал лучший в мире учебник по истории русского рэпа, хип-хопа и такой рэп-концентрат. Я его скомпилировал, а написали как раз-таки люди, кто сейчас присутствует в жюри, часть из них. Давайте начнем с «Вахтанга». Друзья, если честно, мне очень понравилось. Это была действительно история хип-хопа. Калаш из классных музыкальных треков, которые я люблю с детства, тоже слушаю это. Не могу это не признать. Я видел его кровавые глаза, когда он начал читать это, и я это тронуло. И, конечно, сжалил на все это по-другому. Никакой, твой день, чувак, поздравляю тебя. Ну что, кого еще спросили? Сегодня выбираешь ты, сегодня твой день. Давай, кого следующего спрашивай? Лайма Вайкули нету здесь. Ты посмотри внимательно. Вот на ее месте сейчас сидит легалайз. Что-то там нырнуло, там еще что-то. Давай, Женя, ну давайте прям по кругу. Где же я крыл? Что я могу поставить своему другу, брату, человеку по одной кухне, с которым мы записали много очень композиций. Человек, который на данный момент сейчас и является, наверное, самим рэпом и хип-хопом в этой культуре среди всех людей. Кирилл, всегда плюс, и сколько мы с тобой знаем друг друга, ты всегда делал все качественно, правильно, и поэтому, конечно же, зеленая кнопка. И респект тебе за такую, сказать, энциклопедию. Спасибо, спасибо. Теперь Андрей, он же легалайз. Не буду, не буду оригинальничать. Сегодня Батишта, в общем-то, никакого откровения не произошло. Батишта сегодня рыба в воде, птица в небе и африканский слон не в зоопарке, а на воле. Вот, он в своей абсолютно сегодня тарелке. Он сделал классное, очень зажигательное выступление. И отдельное спасибо за такое посвящение, такой трибют и такое уважение этой культуре нашей. Очень классный, зажигательный номер. И даже здесь мы не оцениваем попадание в стиль, потому что оно было стопроцентно. Супер, поздравляю. Десл, голосуем сначала. Дайте микрофон. Дайте микрофон этому ямайскому льву. Давай, Кира. Я могу сказать, почему я поставил лайк, потому что, в принципе, кроме тебя, этого никто сделать не смог бы. Батиште, респект и, как бы, дорога в жизнь. Спасибо. Батишта, четыре лайка. Это максимальная оценка в нашей программе. И, конечно же, признание зрителей. Ну что ж, все наши участники представили свои работы в заданном жанре. И сейчас на своих экранах вы видите, как они расположились в нашей турнирной таблице по итогам сегодняшнего соревновательного вечера. Но мы-то знаем, что на универсальном артисте всегда есть такой козырь, который мы привыкли вынимать в самом финале программы. Это тайное голосование жюри. Члены жюри выставляют в специальных анкетках галочки за лучшее и за худшее выступление программы. Каждая лучшая – это плюс балл, каждая худшая – это минус балл участнику. И тогда расклад сил может поменяться радикально. Давайте напомним и себе, и нашему жюри все восемь выступлений сегодняшней программы, чтобы они могли прийти к какому-то выводу. Внимание. Открытые окна Настиши, музыка звучит. Вот как бы так вот. Да, хорошо, только вот если вы можете сделать более отрывисто, так вот как чеканит каждое слово. Открытый окна Настиши, музыка звучит. Во всей округе нашей лето стоит. Увидим на люгам и большой компании, Чтоб это летом вспоминать другу своих друзей. Не спускайтесь к концу строки вниз. Вот допустим, Вот так вот. Да, это будет гамбл. Да. Не надо мытаться. Так все, все, по ритмике все нормально. Меня просто интересует больше подача, хрипотцы какой-то, бесшебашности, расслабленности. Мне на хит парады От Прада, Гуччи и Денжи наряды Не надо, мы и так в порядке Ну где же вы, утешьте дядю? Бывай свои корни, помни, есть вещи на порядок выше. Эй, Брако, постой, куда спешишь? Присядь со мной, расскажи, как жизнь. Ты че такой худой стал? Итак, Батишта Папури, лучшее выступление, плюс балл. Денис Майданов, «Звезды в лужах», худшее выступление, минус балл. О, вот автор проявил креатив, отжег, везде наставил плюсов и только два плюса обвел. И даже восклицательные знаки поставил. Сергей Галанин, «Сочиняй мечты», здесь это лучшее выступление, плюс балл Сергею Галанину. И худшее выступление, Денис Майданов, «Звезды в лужах». Еще минус балл у Дениса Майданова. Берем и смотрим. Сергей Галанин, «Сочиняй мечты», плюс балл, лучшее выступление. Денис Майданов, худшее выступление. Последняя анкета, что же мы здесь видим? Батишта Папури, лучшее выступление программы. Итак, худшее выступление Денис Майданов. Все. У нас сегодня победитель Батишта и Сергей Голанин. Вот мы теперь окончательно помирили рок и хип-хоп. Уже никто ни с кем не ругается. Все просто делают музыку. И универсальный артист тому подтверждение. Поздравляем наших обоих победителей. Они этого достойны. А теперь внимание на экран. Здесь общий итог. Все соревновательные дни. Кто лидирует, кто аутсайдер. И чего нам с вами ожидать дальше. Встретимся на следующей неделе, но я вас всех не отпущу с первого канала, пока мы не увидим, как это делается. Творческая лаборатория настоящего хип-хопа, настоящей импровизации, фристайла. Братцы, давайте мастер-класс. Айда на сцену. Спасибо всем. Да здравствует музыка. Это универсальный артист. Смотрите нас. Привет, друзья. И снова я, как в тюбане. Осознаю последствия происходящих драмы. И снова я в храме. Самопознание. Чувствую сердечные признания. Слова раскаяния. Но только для себя я. Перехожу из этого мира бытой. И только Бог со мной сопровождает мы имя. И снова я черкаю черным бомбелом. У строки честные, чистые, смелые. Де, что рождались первыми, я. Уже давно забыты все темы нынешнего дня. Кажутся инфинтами. Как будто все пропитано холодной влагой. Дым. Друг он или враг был. Пытаюсь оставаться с этим всех ролей самим собой. Я принужден через усилия сказать себе, постой. Если не ты еду, то еще продолжат ровный бой. Ты не я, Бог. Без сомнения, ты знаешь сам, что он внутри тебя. Запомни, брат, его оружие, дырак. Пока горит, не бойся за круги. Ты будешь первым. Я верю, что Бог есть. Боюсь, что меня коснется его месть. За каждый грех, за каждый слой стол. За каждый раз, что должен был быть сильным, но не смог. Жизнь, жизнь, где каждый день, как в оконате. За ошибки дважды платим, хоть должны понять бы. Уважая лишь себя, все жаждем благодати. Прожигаем судьбы на случайных плате. Тратим, ищем, находим в результате. Бога в чистом детском взгляде. Все становится понятным, свет приходит в душу. Желание извинить мир, желание быть лучше. И чтобы в твоих песнях прибавлялось сути. Чтобы думалось о главном, ведь все там будем. Со света лучше. Восьми, спасибо тебе, Б.О.Г. Дай сил мне. Дай сил мне. Звучит. 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 И не rented. Дай шум. Звучит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо, друзья! А теперь, уважаемая публика, Сделайте много-много-много-много шума! Дамы и господа, это была чистая вода и импровизация, как и в джазе!